приветствую всех давайте подождем одну-две минутки и начнем субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Всем привет! У меня в чате спрашивают, какая тема вебинара. Я писал уже, что сегодня у нас такой просто вебинар пообщаться. Расскажу вам о последних новостях компании. Ну и также поотвечаю на ваши вопросы, если у вас есть какие-то вопросы. Итак, я думаю, что можно начинать. У нас в чате 45 человек сейчас, плюс очень большое количество людей смотрят нас на YouTube по записи. Очень много новых партнеров, поэтому для тех, кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Андрей Библиев, и я являюсь партнером компании EA Economy. И давайте для начала я тогда поделюсь новостями, которые у нас были на этой неделе, которые мы получили, и потом дальше уже поотвечаю на ваши вопросы. Итак, из последних новостей, значит, наконец-то дали всем доступ к роботу. Я думаю, что большинство из вас уже установило его на свои счета, протестировало. Вот, получили какие-то результаты первые. Вот, у кого-то положительные результаты, у кого-то отрицательные результаты. Вот, и сейчас как раз я хотел бы об этом поговорить. Вот. Так, сейчас секундочку, дождите, пожалуйста. Да. Ага, все, я тут. Наталья спрашивает, могу ли зайти на новый сайт? Да, можно зайти на новый сайт, eaconomy.com. А под данными логин и пароль, которые мы вводили на сайте, где бесплатные регистрации были. Вот, теми же данными можно зайти на официальный сайт. Так, секунду, микрофон отключу, всем, чтобы не мешали. Вот, так, значит, компания анонсировала, получается, свое имя, свой бренд eaconomy. Вот, также анонсировала некоторые свои продукты и открыла доступ для одного из продуктов. Продукт называется Trade Tringer, и мы уже его протестировали, получается, на этой неделе. У кого-то, кто более-менее, получается, опытный в трейдинге, в пороте, вот, а также те, кто был с нами в компании Silver Starlight, кто тестировал различных роботов, вот, у кого-то сразу же появились такие схожести с роботом Benjamin из прошлой компании. Стратегия там примерно такая, то есть у нас есть еще, на самом деле, очень много вопросов к нему, но в целом стратегия похожа на стратегию Benjamin. То есть он таким же образом открывает ордера, таким же образом распределяется, таким же образом закрывает ордера, вот, и, соответственно, те ребята, которые торговали с Benjamin, сразу же нашли очень много схожеств с ним. Вот, также знаю, что многие ребята увидели результаты, поделились с нами результатами. Один человек из руководства компании, который сотрудничал с одним из американских хедж-фондов, поделился результатами своих счетов с нами. Вот, первый счет я сейчас так вкратце расскажу. Для тех, кто не видел эти мониторинги, эти мониторинги запрещено скидывать в публичный доступ, но достаточно большое количество людей, все лидеры основные, посмотрели уже эти мониторинги и увидели результаты. Вот, вкратце для всех я поделюсь сейчас результатами, которые мы увидели на этих мониторингах. Значит, первый мониторинг был, получается, у нас с октября месяца прошлого года, то есть уже более чем полгода, вот, и торговался он на крупной сумме, там, по-моему, 40 тысяч долларов, что ли, 30-40 тысяч долларов, ориентировочно точно не помню уже. Вот, и доход за каждый месяц составлял от 5 до 40 процентов, то есть минимальное значение было 5 процентов, максимальное 40 процентов. В среднем доход, ну, примерно 10-20 процентов в месяц он давал на консервативных настройках. Максимальная просадка по этому счету была 20 процентов. Как раз-таки было несколько закрытий по NFT протектору, вот, и, соответственно, для тех, кто планировал закинуть крупные суммы, естественно, не сразу же, а попозже, да, сначала нужно изучить этого робота, вот, то есть имейте в виду, что такие вот результаты есть. Если, ну, реально у вас есть желание закинуть очень хорошую сумму крупную, вы желаете посмотреть на результаты мониторинга, вот, можете обратиться к вашим спонсорам, и, возможно, они продемонстрируют вам. Но, опять же, скажу для всех, запрещено мониторинг скидывать в публичный доступ. Вот, также расскажу про второй мониторинг, где-то месяц с небольшим назад его поставили на агрессивные настройки, как раз-таки на счет 1000 долларов, около 1000 долларов. Вот, и также я хочу поделиться результатами этого мониторинга за последний месяц торговли с, получается, лотом 0.05 на 1000 долларов. Вот, значит, доходность составила на данный момент 90%, но максимальная доходность была 160%. На этой неделе он также закрылся по Equity Protector 20%, на прошлой неделе там тоже было закрытие по Equity Protector, вот, но результат такой достаточно впечатлительный, вот, на этих настройках. Но, опять же, компания сначала поделилась, как бы, что попробовать поставить на более агрессивные настройки с лотом 0.05, вот, я, напомню, даже записывал инструкцию, так же, как компания записала, не компания, а ребята с Market Hackers, наши американские спонсоры, вот, записали инструкцию тоже с лотом 0.05, а многие поставили, так же, самый максимально агрессивный лот, который, возможно, вот, и тоже на этой неделе закрылись по Equity Protector 20%. Если, конечно, не меняли, потому что я знаю, что многие ребята его поменяли, вообще отключили и зашли, естественно, еще в более глубокую просадку. Вот, так что компания решила сильно агрессивные настройки не выставлять, вот, на данный момент настройки такие, что, такие более консервативные настройки – это 0.01 лот на 1000 долларов, а средние умеренные настройки – это 0.02 лотом на 1000 долларов, и более агрессивные настройки – это 0.03 лотом на каждую 1000 долларов. Вот, я думаю, что у нас будет множество вопросов еще в конце вебинара, и мы как раз поговорим про настройки, какие лучше использовать. Вот, это что касаемо робота, который нам дали сейчас, трейдер Ringer, а мы, получается, бесплатно его можем тестировать в течение 30 дней, учиться, получать какой-то опыт, и, соответственно, тем, кому он понравится, можете дальше продолжить уже на реальных деньгах. Напомню, что ввели обязательные условия 10 дней тестирования на демо-счете, то есть, как только вы активировали лицензию, вам необходимо 10 дней проторговать на демо-счете. Вот, тем, кто активировал лицензию в понедельник, соответственно, на следующей неделе до среды, до четверга даже, нужно обязательно бот на демо-счете торговать, и только уже потом можно будет его запускать на реальном счете. Вот, для чего это сделано, я думаю, вы все с вами понимаем, да, потому что робот новый, мало кто его тестировал еще в публичном доступе, и, соответственно, чтобы сразу же не поставили на реальные счета, не наделали ошибок различных, вот, поэтому компания строго сказала, чтобы спускать на демо-счете для того, чтобы вы не рисковали своими средствами. Вот, а также у компании будут еще два продукта, это Trader Runner, это робот, агрессивный робот, который дает, там, порядка 100% в месяц, его тестируют уже достаточно длительное время, за последний месяц результаты были 100%, робот, который открывает до 100 сделок в сутки, то есть достаточно такую скальпинговую агрессивную работу ведет, вот, его планировали также сначала дать сразу же, но потом решили, что лучше сейчас пока его не давать, потому что давайте сначала разберемся с этим роботом, как он работает, потому что, как мы видим, у большинства людей нет понимания даже, как это работает, то есть сначала с одним роботом разберемся и поймем, как он работает, начнем с ним работать, и потом запустим уже второй робот и дадим по нему всю информацию, поэтому ориентировочно через 30-90 дней появится второй робот, Trader Runner, этот более агрессивный, он подойдет для тех, у кого маленькие депозиты и кто хочет прям агрессивно торговать и зарабатывать большие деньги, естественно, на приборчих рисках, вот, и третий продукт компании, который она анонсировала, называется Trader Compass, это ручная торговля по сигналам, это не автоматический робот, который будет за вас там большую часть работы делать, будет чат, как я понял в Телеграме, чат-бот, и который будет присылать тоже большое количество сигналов ежедневно, у вас будет до пяти минут, чтобы зайти в эту сделку, то есть там будет точка входа, стоп-лосс, тейк-профит, вот, таким образом вы можете вручную, получается, с помощью него торговать самостоятельно на рынке Forex и зарабатывать, по нему уже многие лидеры наши американские тестируют, результаты впечатляют, вот, кто с более агрессивными настройками торгует, у них там уже более ста процентов прибыли в нем, кто с менее агрессивными там поменьше, ну, в общем, многим зашла эта тема с самостоятельной ручной торговлей, вот, когда он запустится, сказали, как только включат оплаты, и кто первые пять тысяч человек оплатится, им дадут, вот, этот чат вообще получается сигналами бесплатно, вот, а для всех остальных он будет платный, если бот, это как первая, получается, единственный ваш продукт, соответственно, 247 долларов в первый месяц, далее по 169 долларов, если как вторая лицензия, например, вы приобрели один продукт от Trader Ringer, и второй хотите запустить его, получается, то есть 99 долларов, а первый месяц, далее по 69 долларов, вот, что еще сказать, вот у нас будет три продукта, получается, на данный момент, также в будущем добавят четвертый продукт, его сейчас тестируют также на счетах компании, а по нему пока информации нет, соответственно, я ничего пока что сказать не могу. Далее, так, так, три вопросов, уже очень много написали, сейчас почитаю вопросы и продолжу. Следующую неделю также будем тестировать на демо счете, да, следующую неделю обязательно также тестируем на демо счете. Вот, насчет демо счета, да, такой вопрос, очень интересный, то есть многие, вот, как, у нас такая ситуация сейчас, была такая небольшая команда, тех людей, которые более-менее разбираются в трейдинге, торгуют, торговали на рынке Forex, да, вот, они, как бы, одни из первых начали, получается, развивать направление, и сейчас у нас, вот, ну, лично у меня в команде более 5000 человек, что, конечно же, с одной стороны радует, с другой стороны, мы понимаем, что очень большое количество людей пришло вообще из других проектов, из других отраслей, у них никогда не было опыта на рынке Forex, не знаю, какой-то торговли, либо наблюдения за рынком Forex, и многие неправильно этот рынок, ну, воспринимают, то есть многие считают, что, вот, положил деньги на свой счет, запустил робота, и он будет просто, вот, 100% каждый месяц тебе молотить без просадок, вообще без коррекций, просто вот каждый, как денежная машина, вот, соответственно, у людей неправильное понимание, как бы неправильное представление, и многие, когда видят, возможно, какие-то просадки, либо какие-то закрытия по минусам, разочаровываются, и, соответственно, как-то у них, не знаю, ну, такой энтузиазм пропадает, да, то есть они пришли, думали, что здесь сейчас печатный станок, положат деньги на свой счет, и будут там по 100% в месяц стабильно, без рисков, короче, зарабатывать, но все оказалось не так радужно, как на самом деле, вот, да, рынок Форекс, как бы, это такой рынок, что, ну, вы не найдете в интернете информации такого человека, который будет просто бомбить, там, без просадок, без коррекций, все стабильно, плюс, 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 даже у самых профессиональных людей, которые на этом рынке более 10 лет торгуют, есть коррекции, просадки, минуса, и это абсолютно нормально, вот, многие, вот, опять же, почему демо счет, да, то есть я знаю, что у многих была просадка, и многие даже не знали просто, как на нее реагировать, то есть некоторые сразу сказали, что, блин, робот-бивно, там, зашел в просадку 20%, все, робот-бивно, больше там с ним работать не будут, такие отзывы были, я читал, некоторые говорили, что там, блин, непонятно, как он работает, что с ним делать, то есть вообще даже нет понимания людей, как, что делать, как бы, с ним, вот, надо смотреть на дистанции, какие результаты этот робот будет давать на дистанции, важно понимать, что всегда будут коррекции, всегда будут просадки такие, и к этому нужно относиться нормально, робот, как я уже говорил на прошлых вебинарах, до этого никогда в открытом доступе не продавался, работали с помощью этого робота только крупнейшие американские хедж-фонды, и вот сейчас у нас с вами появилась уникальная возможность самим поторговать с помощью такого робота, тем более, что нам предоставили 30-дневную бесплатную версию для того, чтобы мы с ним ознакомились, протестировали, как-то выбрали для себя те настройки, с которыми нам более комфортно работать, и, соответственно, если кому-то этот робот понравится, я думаю, что он должен всем понравиться, вот, а дальше продолжили с ним торговать. Вот, а и насчет демо-счета, да, то есть обязательно на демо-счете, если тем более вы, как бы, ну, не разбираетесь, то есть не до конца разобрались, в принципе, с кеми работы робота, а как он работает, как он открывает сделки, как он закрывает сделки, да, то есть с какими настройками как работать, потому что даже вот то, что я видел, что происходило на этой неделе, как бы, многие там под себя настройки настраивали, да, оттуда там в четверг его запустил, хотя компания рекомендует строго с понедельника по следу на нем работать. Вот, некоторые там поставили какие-то лоты там еще выше, как более агрессивные, некоторые там другие настройки изменили, некоторые equity protector вообще отключили, типа нафиг, нужна защита капитала, пускай, если заходит в просадку, пускай полностью все сливает, лучше, чем по 20% закроет, вот, поэтому торгуйте пока на демо-счете, компания защищает от тех людей, у кого руки чешутся, поставить его как можно поскорее на реальный счет, без понимания и потерять часть депозита, либо полностью депозит, вот, и как только вы, вот, будете уверены сами внутри, что вот я все вроде как бы разобрался, что, как нужно делать, все правильно умею настраивать, тогда можно переходить на реальный счет. Владимир спрашивает, из одного кабинета можно только один робот на тестирование поставить? Владимир, да, все верно, можно поставить только одного робота на один кабинет на данный момент, но пока регистрация бесплатная, вы можете зарегистрировать сколько угодно кабинетов, то есть для этого вам необходимо просто разные имейлы, то есть вы можете зарегистрировать несколько кабинетов и поставить сразу же несколько роботов, тестировать на разных настройках и выбрать те настройки, которые вам больше понравятся. Я сам лично зарегистрировал три кабинета и тестирую три разных вида настроек. Насчет, также вот уточню по поводу оплаты, да, компания четко сказала, что пока не включат оплату на сайте, робот будет бесплатным. Когда включат, пока неизвестно, но имейте в виду, что пока оплату не включили, можно бесплатно регистрироваться, регистрировать любое количество аккаунтов, также приглашать знакомых ваших, дать им протестировать, кому это может быть интересно. Вот, пока, значит, да, можно, короче, регистрировать другие аккаунты, если вы хотите запустить несколько роботов. К сожалению, не получается зайти у многих на новый сайт, на той главной страничке, где просят вводить почту и пароль. Наталья, такой вопрос. У них получается зайти на старый сайт, globaltakeoverrelaunch.com? Если у них получается на один сайт зайти, а на другой сайт не получается, под теми же самыми данными, возможно, какая-то ошибка? Я, я не знаю, вот у меня как бы все нормально, у моих таких некоторых партнеров, с кем мы больше всего общаемся, у них тоже вроде все нормально заходит. Вот, можно написать в чат поддержки. На прошлом вебинаре мы скидывали ссылки, по которым обязательно вы должны были вступить. Первая ссылка – это информационный чат со всеми рекомендациями по этому торговому роботу, которому необходимо следовать, рекомендациям, с которым нужно соблюдать требования. Компания написала, например, что желательно в такое-то время отключить робота. Например, в среду до 9 часов вечера по Москве, естественно, отключайте. Обязательно вступите в этот чат, чат в английском языке с рекомендациями. Там не так много сообщений приходит, но они все по делу. Мы стараемся, конечно, транслировать все наши сообщения на русском языке в наш чат, но иногда, возможно, кто-то там занят, не успевает сделать перевод, перевести на русский. Поэтому сами можете отслеживать сообщения и на русский переводить. И вторая ссылка, получается, которая была, это, получается, на чат поддержки. И, соответственно, вот в этом чате поддержки вы можете задавать различные вопросы, касаемо трейдинга, касаемо настроек робота. А если у вас вдруг что-то не получается, там зайти, вот, и я рекомендую в этот чат написать, и там вам помогут разобраться с такими вопросами. Кто упустил, я попрошу еще кого-нибудь из ребят скинуть в этот чат ссылочки на оба чата. Чат, получается, канал с рекомендациями, чат поддержки. Евгений. Запустил вечером в понедельник робота, баланс тысячи долларов, вот, 1 в первой сутки плюс 31, потом в вторник всегда на остальных движениях он закрыл суммарную агероту минус 300. Включение роботов до новостей, включение после новостей включено. Евгений, значит, скорее всего, у тебя был equity protector установлен на значение 30%. Вот, все же я рекомендую, и компания рекомендует на лоте 001 выставлять это значение на 20%, чтобы просадка не превысила 20%, то есть это было бы минус 200 долларов. Вот, ну и как я в начале вебинара говорил, это абсолютно нормальное явление, на этой неделе у многих закрылась по equity protector 20%, просадка состояла 20%. Даже на тех реальных штатах, про которые я в начале нашего вебинара тоже упоминал, вот, в частности, агрессивный счет, да, который там до 160% в месяц заходил, как бы в это месяце, вот, там тоже, получается, он закрылся с этой просадкой 20%, вот, и у него, соответственно, там прибыль 90% за месяц получилось. Вот, и также консервативный робот, я смотрел, который работает по консервативным настройкам, уже более полугода, по его мониторингу тоже видно было, что там тоже была просадка, поэтому это нормальная ситуация. Неудачно, можно сказать, запустились, запустились, как бы и на первой неделе ослабили просадку 20%, но это абсолютно нормально, это рынок, стоит понимать, что такие ситуации будут время от времени повторяться. Для этого нам не нужен equity protector. Ниффинасия 100 сделок, какая же просадка? Насчет просадки не знаю, результатов по новому роботу я особо не видел, именно в плане мониторинга я видел только скидывали скрины по закрытым сделкам, вот, где там наторговали 100% с лишним, вот, там реально очень большое количество сделок, какая максимальная просадка, я пока не знаю, но если вдруг появятся мониторинги, появятся результаты, которые я сам лично увижу, естественно, я на вебинаре поделюсь с вами результатами, что там, какие результаты, какая прибыль, какая просадка. Владимир спрашивает, 10 дней считается только понедельник в втором среде или с понедельника по пятницу считать? 10 дней календарных, то есть понедельник, с понедельника по воскресенье. Если вы запустили, например, понедельник, так, какое у нас число было в понедельник? 22-го, да, 22-го плюс 10, соответственно, это примерно у вас получается 2-го мая. Также я хочу сказать, что сейчас у всех кабинетов вы можете наблюдать таймер, появился таймер времени, сколько робот будет работать бесплатно, вот, если вы зашли в самому чале, соответственно, вы попали полностью на все 30 дней, то есть все 30 дней можете тестировать робота абсолютно бесплатно. Если же вы вдруг зарегистрируете второй кабинет, зарегистрируете, либо кого-нибудь еще зарегистрируете, то есть у них уже будет дней меньше, но при этом в любом случае 10 дней на демо-счете они должны торговать. Вопрос по настройкам. В новой версии выпала суббота, это как заложено или ошибочно? Я думаю, что, скорее всего, так заложено. Я новую версию, честно скажу, пока еще не устанавливал, вот, потому что она вышла уже когда, ну, поздновато немножко, я с Форей доработал на этой неделе, и новую версию я буду устанавливать в понедельник, или в воскресенье даже. Вот я думаю, сейчас как сделать, то есть в воскресенье записать инструкцию по новой версии, как ее установить, либо же устроить вебинар, где прямо в онлайн-режиме покажу вам, как, что устанавливается, и отвечу на ваши вопросы по установке, то есть вы можете поставить за мной, либо видео уже запишу, я вот не знаю, в воскресенье точно скажу. Они там поубирали в новой версии вообще все лишнее, все, что не нужно. То есть вот это получается сумму, как называется, со сложным процентом убрали эти настройки, в субботу убрали, потому что, ну, в субботу рынок не работает, и никто по субботам не торгует, потому что там, в принципе, не нужна. Вы можете включать и отключать, но все равно этот рынок не работает, поэтому, ну, как бы это значение нам не нужно. Воскресенье включено, потому что у многих, вот особенно у американцев, да, то есть у них в торговле начинается воскресенье по их часовому поясу, поэтому в воскресенье нужна кнопка, а в субботу не нужна вообще. Владимир спрашивает, как попасть в первые пять тысяч. Дай, пожалуйста, комментарий про опыт, который сейчас доступен для скачивания. Там другие настройки. Как попасть в первые пять тысяч, компания, значит, даст сначала информацию в бидерский чат, в котором я состою, соответственно, я узнаю, когда будут оплаты, ну, начнутся. Ну, и, соответственно, тоже с лидером своей команды я сообщу. Они, в свою очередь, вам сообщат. Я думаю, что те, кто захочет оплатиться сразу же, я думаю, что все успеете. Не думаю, что там за один час все пять тысяч оплат сразу же разберут. Вот поэтому не переживайте. Думаю, там время будет у всех, чтобы оплатиться. Кстати, по поводу оплаты я, по-моему, на этом вебинаре еще не говорил. Я повторю, вот я на прошлом вебинаре говорил, что первые пять тысяч человек, которые оплатятся в компании, им будет не 249 долларов в первый месяц, а 197 долларов. То есть, если вдруг, например, вы сами решили заранее оплатиться, не дождавшись окончания 30-дневного периода, либо у вас партнеры там будут какие-то, которые не успели на бесплатную версию захотят заплатить деньги. Если вы попадаете в число первых пяти тысяч человек, во-первых, у вас будет скидка на робота, не 249, а 197 долларов в первый месяц. Во-вторых, вы получаете на три месяца продукт Компас, трейдер Компас бесплатно, сигналы, которые вручная торговля. Вот, и в-третьих, что там еще что-то было? А, по поводу партнерки, то есть партнерка будет вычисляться, как будто бы оплатили 249 долларов. Ну, еще там одна фишка есть, будет разыгрываться путевка в США на какое-то из мероприятий, там полностью перелет и проживание, все включено, сколько я понял. Среди вот этих пяти тысяч первых человек одна путевка будет разыгрываться. Возможно, вдруг кому-то повезет и выиграет путевку в США. По поводу версии 2 настроек, значит, там, насколько я видел на скринах, либо на видео, там, по-моему, добавили одно значение, дикли профит, это еженедельный доход. Вы можете установить это значение, например, 10%, да, вы поставили, и как только у вас за неделю получается прибыль 10%, у вас робот отключается, закрывает все делки и на этой неделе больше не торгует. Вот, это связано с тем, что, например, вы достигли там какой-то еженедельной цели 10%, все, он у вас в плюс закрылся и, соответственно, больше не торгует, то есть снижает риски попадания в просадку, например, в среду, то есть вы там за два дня 10% не торговали, у вас отключился и все. А если бы не отключились, конечно, могли бы и больше заработать, например, если бы рынок продолжал бы в вашу сторону идти, вот, могли бы и в просадку зайти, вот, поэтому это значение можно тоже выставлять. Насчет всех настроек, компания сказала, что будут скидывать все рекомендации по настройкам в чат, вот, и, соответственно, вы там сами можете следовать настройкам компании, либо какие-то свои настройки тестировать, пока демо счет. Робот, который мы, вот робот, который мы с 22 апреля тестируем, он будет совершенствоваться еще? Да, конечно, роботы постоянно совершенствуются, то есть вы, ну, с рынком Форекс как бы работали, раньше знакомы, то есть понимаете, что любые роботы, они требуют модификаций, то есть вы не найдете ни одного робота, который там был, например, вот 5 лет назад, к примеру, сделан и вообще ни разу не модифицировался, то есть его поставили, как бы, и все, и вот он все 5 лет отлично торгует без каких-либо модификаций, то есть такого вы не найдете, потому что рынок меняется, и, соответственно, разработчики этого робота постоянно настраивают, обновляют под текущую рыночную ситуацию. Вот, сейчас вышла версия 2, скоро будет версия 3, там и так далее. Вот, знаю, что новостной фильтр их подключат, сейчас скажу, когда, по-моему, писали, в течение что-ли двух недель, вот, честно, точно не помню, но, по-моему, говорили, что в районе двух недель подключат новостной фильтр, чтобы он еще на новостях отключался. У меня 500 долларов лот, 0,01, настройки, которые вы рекомендовали, депозит слил за 3 дня. Ну, скорее всего, не полностью весь депозит, а он закрылся по просадке 20%, как бы, и, как я уже говорил в начале этого видео, это нормальная ситуация, не только у вас такая ситуация. Андрей, я согласна, с вами нам еще нужно набить руку на демо-счете, чтобы потом управляться с роботом самостоятельно и понимать, что происходит. Дай, пожалуйста, рекомендации по настройкам. Да, есть много вопросов. Вот мне многие люди спрашивают вопросы в личку, как бы, и я честно скажу, что не на все вопросы мы еще получили ответы. Мы через наших спонсоров общаемся с компанией, получаем ответы. Уже многие моменты прояснили, как этот робот работает, то есть уже есть какое-то понимание, как он открывает, как он закрывает сделки. Очень много, как бы, хороших плюсов, как бы, есть. Также есть еще некоторые вопросы. Вот у меня лично вопросы, так, вкратце расскажу, конкретно по закольцовке, то есть каким образом, например, пары между собой не сочетаются. То есть он видит, что на одной паре надо в одну сторону, а на другой в противоположную. То есть как они между собой, вот эта закольцовка, взаимодействие, то есть еще другие некоторые вопросы у меня есть. Вот, и как мы выясним полностью, вот все, поймем этого робота, вот просто максимально все. Естественно, я там запишу инструкцию по стратегии робота, по настройкам робота. Настройки робота я уже говорил немножко раньше, которые компания прописала в чате. Это, получается, консервативные настройки 0.1 на 1000 долларов, далее, умеренные настройки это 0.02 на 1000 долларов и более агрессивные настройки 0.03 на 1000 долларов. Опять же скажу, некоторые ребята торговали с флотом 0.05 на 1000 долларов и у кого-то также по 20% закрылось, у кого-то там, я видел результаты, в лидерском чате скидывали ребята, что там у кого-то вообще набомбил просто столько денег, что они там, я такого еще не видел, то есть прям там за день, там чуть ли не 15-20% он принес на агрессивных настройках. Ну, пока демо-счет, вы можете тестировать любые настройки. Когда вы перейдете на реальный счет, то обязательно рекомендую все-таки, ну, изначально более консервативные настройки поставить, то есть сразу же не ставить по максимуму все. Где-то в чате писали, что рекомендуемые настройки для робота версии 2, 0.01 на 1000 долларов, цель прибыли в неделю 5%, а цель прибыли в неделю 25%, ты веришь 2, кто прав, какие настройки в следующей 5 неделю. С настройками компания, думаю, что в воскресенье скажет, также она скажет, на каких торговых парах запускать, потому что там вот сейчас идет обсуждение по поводу иены, и у них, как я понял, на следующей неделе уже получается, там будет смена правительства, и вот сейчас думаю, что делать с парами, которые с иеной торгуют. Если вы на Гаминтоне, там на других роботах есть, я сразу же рекомендую вам отключить все пары с иеной, на следующей неделе не торговать, потому что непонятно, как себя может эта валюта повести. Вот, и настройки все дадут в чат. Вообще, я думаю, что все-таки equity protector лучше ставить поменьше, например, 20%, потому что, ну, 25, мне кажется, много. Ну, и цель прибыли в неделю, смотрите, все на ваше усмотрение, да. То есть, чем меньше вы поставите цель прибыли, тем более консервативно будет у вас все происходить. Вот, я примерно вот на этом роботе рассчитываю, смотря на каких настройках, опять же, то есть на консервативных настройках также там 10-20%, и, как я говорил, то есть они могут колебаться там от 50-40%. И на агрессивных настройках я постараюсь вывести его на 50-100% в месяц. На новостях сами будем выключаться, или все-таки автоматически выключаться, включаться будет? Пока сами, через две недели ориентировочно отбудет новостной фильтр, и тогда все это будет уже работать. Там, как я уже говорил на прошлом вебинаре, возникла проблема с IP-ключами и Forex Factor. Вот, они не работают, как бы, и, соответственно, не передается информация с этого сайта, и робот не отключался. Поэтому следите за чатом с рекомендациями, да, по торговле. Если компания будет предупреждать вас о том, что в такое время лучше отключить робота, то, ну, отключите. Регистрация еще бесплатная? Да, регистрация пока бесплатная. Пока платы не открыли, она будет бесплатной. Вопрос с YouTube. Приветствую, Андрей. Ваши личные рекомендации по настройкам на 1000 долларов? Или рано еще о конкретных настройках говорить? Настройки у всех разные, и все зависит от людей. Я знаю, что есть люди, которых более чем устраивают 20-30% в месяц. А вот эти люди, которые там планируют по 20-30-50 тысяч долларов работать с такими счетами. То есть для них самое главное более консервативно, чтобы все было. Знаю, что есть много людей, которые планируют начать с тех же 500 тысяч долларов, и они хотят там побольше зарабатывать. Поэтому чем больше вы хотите зарабатывать, естественно, при больших рисках, тем более агрессивные настройки можно ставить. Так, секундочку. Робот сам понимает, на каком размере депозит он работает. То есть после просадки он поймет, что кругует уже не с 1000, а 800 долларов. Ну, а робот же он с такими же локами будет открываться. Как бы как на 1000, так и на 800 долларов. Единственное, что equity protector немножко изменится. То есть на меньшей сумме он будет меньше. А так мы сами задаем ему лок, получается. На каждую тысячу долларов сами высчитываем, сами задаем. Это вот кто был в Сильверстаре, помните, да, там были настройки по Бенджамину. На каждую тысячу долларов какой-то определенный лок. То есть люди сами высчитывали. Вот. И тоже вот было замечено, что тот же Бенджамин, да, то есть его рекомендовали вообще от 200 тысяч долларов выше с ним работать. Потому что он на больших депозитах показывал реально более качественные результаты. Вот. И с меньшими депозитами он как бы менее, получается, эффективно работал. Вот с маленькими. То есть не рекомендовали его там на 500 на 1000 ставить. Вот с 2 500 рекомендовали. Вот здесь примерно похожая ситуация с чем-то ставлю. То есть этот робот, он похож на Бенджамина. То есть мы посмотрели, он открывает сделки примерно так же. То есть с таким же, ну, по такой же системе. И закрывает сделки тоже по такой же системе, как Бенджамин. Можно ссылку на мониторинг робота, который торгует полгода? Я, к сожалению, ссылку не могу предоставить всем подряд. То есть я дал только тем людям, которых вот я уверен, что они эту ссылку никуда там не скинут. Потому что эту ссылку запрещено скидывать в публичный доступ. Вот. Обратитесь к вашим спонсорам. Как бы они, если они посчитают, что вы человек надежный, и у вас есть там какая-то команда, и можно вам доверять, что вы ее нигде не публикуете, тогда они с вами поделятся. Такая просадка как часто происходит? Ну, вот пример, опять же, на агрессивных настройках, на реальном счете, который я видел, за месяц такая просадка была два раза. Даже не два, а два раза. Все зависит от рынка. Рынок, он всегда разный. Как бы по одной неделе результатом судить вообще о роботе, о рынке, как бы, ну, нет смысла. То есть вот я помню, тоже проводил вебинары до этого в компании Симберситар Лайф. Многие там высчитывали, что я там за три дня, например, за неделю наторговал там 50 долларов. Это значит, что я там за месяц 200 буду, да, получать. То есть все недели, они разные. То есть вы на одной неделе можете получить, например, 50%, а на следующей неделе это минус 20 можете получить. То есть рынок он всегда разный, как бы, и здесь нет фиксированных результатов. То есть это не какая-то финансовая пирамида, не какой-то там хайп, да, где вам обещают вот стабильно там каждую неделю там либо каждый месяц платить какой-то фиксированный процент. Здесь же процент будет зависеть полностью от рынка, от торговли робота на этом рынке. То есть вот как видели, на этой неделе рынок был вообще просто бешеным. То есть не только вот этот робот, трейдер-индер, да, там попал в просадку. Все роботы, которые вот я знаю, они все попали в нормальную просадку. Гамильтон там тоже улетел нормально вниз. Вот сейчас правда немножко отыгрался уже. Другие роботы тоже, вот мы общаемся с другими ребятами из других компаний, они тоже там в нормальную просадку ушли. Поэтому иногда такие просадки бывают. А, кстати, я смотрел, сейчас, секунду, я вот прямо сейчас посмотрю на роботе с консервативными настройками за полгода. Сейчас посмотрю мониторинг и скажу вам. На агрессивном, на агрессивном, получается, роботе была просадка два раза за этот месяц. Сейчас посмотрю и скажу на консервативных настройках, как часто была эта просадка. Смотрите, опять же, вот по результатам предыдущих месяцев, как бы, это не значит, что, например, если там была просадка раз в три месяца, это не значит, что она в будущем также будет раз в три месяца проходить. То есть она может быть там два раза за месяц, а может вообще там полгода этой просадки не быть. Итак, смотрим просадки. Значит, вот была сейчас просадка, получается, 20%. Была просадка такая в 11 февраля, и до этого была просадка 12 ноября. То есть вот на консервативных настройках была три раза просадка за более чем полгода. Депозит, кстати, 50 тысяч долларов. Сейчас. Не депозит, а да. Баланс 50 тысяч долларов сейчас, на данном момент, на том счете. У партнера робот ушел в минус на 6 тысяч долларов от суммы 10 тысяч долларов на демо-счете. По какой причине это могло случиться? Настройки все перепроверили, все по рекомендациям компании. Смотрите, а если у вас стоял equity protector 20%, но у вас просадка была больше, например, как и здесь, вполне возможно, получилась такая ситуация. То есть у вас, получается, робот отработал, например, первую просадку, туда 2 тысячи долларов с 10 слил и закрылся. А потом с новой свечой, да, на H4 получается у вас открылись новые сделки, и он попал еще раз в просадку. Вот, у меня, например, не стал открывать сделки, то есть только после того, как я терминал перезагрузил, он начал открывать. Еще, кстати, тоже очень важная рекомендация, с которой я хочу с вами поделиться. Это многие ребята, которые скидывали результаты в лидерском чате на этой неделе, они торговали на D1, не на H4, не на 4-м часовом графике, а на дневном графике. И у них результаты очень хорошие получились. Они там, ну, сколько я скринал видел с результатами с дневного графика, они все были в хороший плюс. Поэтому, как бы, вообще это более консервативный вариант, но я рекомендую тем, кто хочет более консервативно торговать, попробуйте выставить все-таки D1. Робот номер 3 дадут первым 5000 за проплату первого робота или второго? А первый робот, а второй робот пока еще не доступен и пока не будет доступен, пока все люди с первым роботом не разберутся. Также в Silverstar, кто вот помнит, также было, то есть сначала одного робота добавили, потом добавили Benjamin. Мина, вот, на которого этот робот похож, только там спустя какое-то время добавили Гамильтона. Вот, здесь также, то есть сначала нужно с одним роботом научиться работать, потом уже дадут второго робота, когда насчет первого робота все все поймут. Аналогичность 1000 осталась 500, с активистыми настройками, лоб на ном 5, ежедневный проект типа Акшн, 20% закрылись с минусами. С этим еще посмотрим, то есть, например, если у вас в понедельник закрылось по 20%, имеет ли смысл дальше продолжать работать или с какими настройками дальше работать? То есть вопросов еще много, как бы, не на все вопросы есть ответы. Ну, опять же, для сравнения, чтобы вы понимали, тоже приведу хорошую ситуацию, которую я могу людям, вот, рассказываю иногда, вот, с Гамильтоном, когда мы начинали работать в конце января. Вот была просто, ну, похожая ситуация, ну, практически один в один, как сейчас. То есть зашли люди, которые, ну, как бы особо, ну, не понимали, как с роботом работать, какие настройки выставлять, люди даже не знали, что такое грид, что такое там, что-то еще, какие-то значения. А когда его отключать, как правильно, то есть, ну, люди не знали, как с ним делать, поставили сразу же на реальные счета. Да, и была такая ситуация, что многие там не последовали рекомендациям компании, не отключили робота в пятницу, вот, и он там у многих там нормально, короче, так, депозиты потрепал, у них даже слил, вот. И просто, ну, просто потому, что у людей не было понимания, как с этим роботом работать. И у меня тоже там была очень сильная просадка, которая не должна была быть, по идее, вот, ну, как бы, что было, то было. А потом со временем где-то вот нам потребовалось где-то вот две недели, чтобы разобраться с Гамильтоном на 95%, да, и все, и потом понеслось, короче. То есть, вот мы разобрались, мы уже начали проводить вебинары, рассказывать, зная вообще про него все. То есть, сейчас про любой вопрос, задайте мне про него, то есть, я все знаю полностью, как он отрабатывает, как любую ситуацию на нем отрабатывать правильно. То есть, как из просадок выходить, как, с какими парами работать, с каким гридом лучше работать на какой-нибудь деле. То есть уже есть понимание этого робота. Потому что мы протестировали, и сейчас результаты очень хорошие. То есть кто видел мои мониторинги, тот подтвердит, что там просто бомба вообще. Здесь, я думаю, то же самое. То есть мы еще не разобрались с роботом, не разобрались, как он работает, не поняли, что может быть делать нужно, что не нужно делать. Естественно, попали в такую ситуацию. Ну и плюс рынок нам подкинули еще в такую не очень хорошую ситуацию. Вот. Поэтому будем разбираться. Мы торгуем на гемо-счетах, мы компанию ничего не оплачивали. То есть полностью весь опыт, который будет, у нас будет бесплатно. Тогда же с тем же Гамильтоном мы платили и деньги, получается, за него, и реальные деньги на счет ложили. То есть тот только дороговато некоторым людям обошелся. Здесь же у нас все бесплатно, ничем не рискуем, поэтому вообще я не вижу смысла здесь переживать. Как бы изучать, разбираться, как бы, пожалуйста. В целом месяце у нас есть перески для этого. А вот робот, которому мы с 22 апреля тестерем, он будет совершенствоваться еще? У меня 500 долларов, 0,01 настройки, которые... А, ну я уже отвечал на этот вопрос. Да, робот, конечно же, будет совершенствоваться. Андрей, так за что платить-то, если нет толком настроек, которые будут нам в плюс работать? Ведь те настройки, которые скинула компания, все сливают. Я вначале рассказывал этого вебинара, да, то, что вот эта просадка была, это абсолютно нормальная ситуация. Вот, Максим, у тебя есть два мониторинга, я тебя скинул, помню. Посмотри на тех мониторингов, один, который работает более полугода уже, который дает от 5 до 40% в месяц, который давал. Там тоже просадка, который вот сделал там 160% за месяц, сейчас он тоже в просадке, и там прибыль был пересмотрел 98%. Эта просадка – это абсолютно нормальное явление на Форексе. Я не знаю, если вы мне не доверяете, вы можете в интернете покопаться, найти просто хреновую тучу мониторингов различных и вообще ботов различных. Там все, что угодно перечитать, вы увидите, что это нормально. Такого не бывает, что робот всегда в плюс торгует, и все, стабильно. Я только таких роботов вообще не встречал. Это, как называется, в поисках святого Грааля, да, такой золотой Грааль, который всегда только в плюс торгует, вообще без просадок, вот, всегда правильно выбирает направление рынка. То есть такого не бывает на Форексе. То, что он на этой неделе зашел в просадку, ну, это абсолютно нормальная ситуация. И нужно относиться к этому нормально. Тем более, что мы торгуем на демо-счетах, и мы вообще, ну, ничем не рискуем абсолютно полностью. То есть риска ноль. За что платить, тут уже каждый сам, ну, решает. То есть если он увидит какие-то перспективы в этом роботе, да, он ему понравится, он захочет с ним работать, естественно, он заплатит. Если человеку робот по каким-либо причинам не понравится, как бы, естественно, ну, за что платить. То есть тут уже каждый сам решает, платить ему или не платить. То есть сейчас наша задача в течение месяца разобраться с этим роботом, посмотреть, как он работает. Я вот честно скажу от себя, что, ну, даже вот несмотря на эту просадку, я, ну, связываю такие определенные надежды с этим роботом. Потому что, ну, компания, сами видите, как развивается, то есть сколько было денег, сколько было сил можно. Вот. Я не думаю, что все это делается ради того, чтобы какое-то фуфло дешевое нам подкинуть. То есть если действительно робот такой крутой, который торгуется, получается, торгуется на хедж-вондах США, который уже работает вообще, там, не знаю, достаточно большое количество лет и показывает хороший результат на дистанции, ну, я не думаю, что компания, ну, реально вот какое-то фуфло нам бы накинула. И судить по результатам торговли одного робота за три дня, как бы, то есть вот три дня поторговали, и судить о том, насколько этот робот эффективен, как бы, ну, я считаю, вот я не знаю, вы можете сами посчитать, то есть кому-то достаточно три дня поторговать, и вы считаете, что все, робот-бивно, можете, как бы, удалить терминал и торговать. Вот. Я считаю, что надо посмотреть на дистанцию, как он будет работать, данный робот. То есть если он на этой неделе 20% в просадку зашел, на следующей неделе, там, 30% в прибыли. И на дистанции, если он работает, например, он, не знаю, там, в месяц дает хороший доход, либо даже, там, не в месяц, там, не каждый месяц, там, например, каждые, там, два месяца, там, всегда он в профите будет. Ну, как бы, нет такого варианта устраивать. То есть я сюда не пришел, а за кнопкой бабло, вот так, чтобы поставил, он каждый месяц, там, 100% молотил без риска вообще. То есть я, как бы, я понимаю, я более такой реалист, вот, что такого, ну, не бывает. Вот. Всегда есть везде свои риски, как бы, и нужно понимать, как бы, и рынок робота. Вот. И я пришел сюда, как бы сказать, долгосрочную работать. То есть меня интересуют результаты этого робота на долгосроке и интересует также развитие на долгосроке. То есть если бы я здесь не видел каких-то долгосрочных перспектив, ну, естественно, я бы не стал бы тратить свое время, свои силы, как бы, естественно, там, свои деньги на это все дело. Ну, и как и компания, я думаю, так же. То есть если бы, ну, была бы какая-то ерунда, то я думаю, что бы не стали бы никто этим заниматься. Вот. Поэтому пока еще прежде временно судите тех результатов, которые вы получили за первые три дня торговли. Поторгуйте на дистанции. Это моя рекомендация, конечно, это ваше дело слушать, как бы меня или не слушать. Я такой же партнер компании, как и вы. И я просто делюсь своим мнением, да, то есть как я вижу это все. То есть и вы можете со мной согласиться, можете со мной не согласиться. То есть у каждого человека, да, вот вы пришли инвестировать деньги, как бы, я думаю, что все здесь взрослые люди, все понимают. И, как бы, получается, с чем мы дело имеем. То есть каждый сам может самостоятельно принять решение, насколько ему это может быть интересно. То есть мы здесь никого прямо вот так вот силой там не берем, не затаскиваем. Как бы если вам робот, ну, не нравится, то есть все на ваше усмотрение. У каждого есть своя голова на плечах и принимать решение самостоятельно работать с роботом, дальше оплачивать его в будущем, там, или не оплачивать. То есть вы сами все решаете. Есть уже какие-то открытые результаты по компасу, ручная торговля, есть примеры. Я знаю, что некоторые лидеры торгуют, американцы, скидывали некоторые примеры, как бы, но пока каких-то открытых результатов нет. Пока, ну, им довольны люди. Как результаты появятся, я обязательно посмотрю на них и с вами поделюсь. Как понимать, на каких новостях отключать? Будете в чат скидывать или нам с ним понимать? Есть два варианта. Первый вариант – отслеживать чат. В чате всегда делимся информацией. Лучше, конечно, вступить всем в англоязычный чат с рекомендацией по торговле, потому что, говорю, иногда бывают такие ситуации, например, я там в перелете был, да, там, другой человек, который занимается сообщениями в чате, да, то есть он там тоже занят чем-то был. И вдруг мы там не увидели эту новость, не скинули вам в чат, то есть такое может быть. Поэтому, вот кто прям настроен вот серьезно работать, как бы, да, вступите в англоязычный чат и отслеживайте все новости, там, через Google переводчик переводите. Вот, все рекомендации скидываться будут в чаты. То есть в англоязычный чат сразу же, моментально, всегда все новости. В наш чат мы стараемся все максимально быстро переводить и копировать. Вот, но иногда могут быть задержки. Вот, ну и также вы можете второй вариант самостоятельно открыть тот же календарь, forex factory, например, forex factory.com и посмотреть, какие новости, когда будут, чтобы примерно приблизительно знать, когда отключать его, когда компания может скинуть рекомендации. Также я знаю, что компания, ну, не на всех новостях прям рекомендует отключать, а только на самых важных. То есть если у вас, ну, нету понимания, какие новости как отрабатываются, ну, следуйте рекомендациям компании просто. Самый простой вариант. Люди сливают, что здесь нормального, я теперь не понимаю. Ну, попали люди в просадку 20%, да, там, или кто-то там вообще отключил FTP protect, а кто-то там что-то неправильно сделал, как бы. Ну, я уже сказал свое мнение, вот только что, второй раз не буду повторять. Насчет вот большого FTP protect, смотрите, мне кажется, что это опасно. То есть я бы не стал рисковать и снимать его вообще, например, ставить там на 40, 50 или выше там, да, потому что если пойдет просадка, смотрите, как он работает. Если пошла просадка, следующая позиция он открывает с большими лотами, то есть лот будет увеличиваться в полтора раза. Соответственно, если он из этой просадки выйдет, он вам даст очень хорошую прибыль. Вот, но если он продолжит дальше как бы валиться рынок, да, вот как на этой неделе, соответственно, он с большими лотами будет очень большой минус, очень быстро набирать. То есть там до 20% он потихонечку как бы набирает просадку, но там, например, с 20% до 40% он там очень быстро может набрать. Поэтому я бы не стал, конечно, рекомендовать там какие-нибудь 40-50 ставить значения, да, то есть до 30% можно. То есть я вообще сам планирую 20%, чтобы если пошла просадка, все, 20% закрылось и все. Ну, посмотрим, какие настройки компания будет рекомендовать. То есть, опять же, я делюсь своим мнением, то есть компания скажет, ставьте лучше 25, ну, слушайте лучше компанию. Сахиль спрашивает, дайте микрофон, пожалуйста. А, да, Сахиль, сейчас тебе передам микрофон. Все, передал. Привет, Андрей. Ага, приветствую. Добрый вечер. Так, Андрей, у меня несколько вопросов. Походу я все время один задаю голосом здесь вопросы. Так, смотрите, первый вопрос. Так как у нас, ну, скажем так, русскоязычный, да, где зарплата не как, как сказать, ну, в европейских странах и в Америке, то есть наши партнеры будут, конечно же, там, около 300, 400, да, не знаю, 500. Они будут открывать центовые счета. По этому вопросу обязательно, то есть, ну, какие-то, не знаю, в чате или, то есть информация в дальнейшем, чтобы обязательно было, потому что нам это обязательно нужно знать, как мы будем своих партнеров, то есть открывать какие счета и как мы поступим. Это номер один вопрос. Второй вопрос. Можно ли на вот этом вот роботе на М15 торговать? Вот это тоже вопрос, то есть нужно обязательно, то есть уточнить, можно ли на других этих... Ну, я сейчас пока тогда отвечу на оба вопроса, чтобы не забыть их. На первый вопрос, да, я понял, как бы я обязательно сделаю инструкцию, когда, ну, на реальные счета будем переходить, как открыть центовый счет, как с ним начать работать. Вот, а по поводу второго вопроса, извиняюсь, я уже заговариваюсь, все-таки рекомендуется с H4 и выше, как бы все-таки М15 не рекомендуется, потому что он открывает позиции больше, как бы, на перспективу, то есть он не скальпер, да, то есть в основном на маленьких ТФМ работают скальперы, которые открыли и закрыли, открыли, закрыли, как бы, да, а на М15, как бы, возможно, он неправильное направление выберет, да, то есть он увидит, что, например, рынок идет вниз, на М15, да, и откроют вниз, а хотя на большом ТФМ, да, то есть это всего лишь, вот, немножко, там, ему нужно коснуться, там, какой-нибудь линии поддержки, и потом понесется вверх, то есть он на больших ТФМ направление более качественно выбирает, поэтому все-таки я рекомендую, ну, как бы, H4, либо D1 торговать. Так, понятно. Третий вопрос. Вот, было бы очень хорошо, если бы с вашей именно стороны, например, рекомендация получить, допустим, пока что мы вот демоверсию проходим, да, сделать, например, такие вот несколько счетов, один цент, допустим, на 300 долларов, как правильно сделать, и вообще, ну, сделать, дальше, второй счет, допустим, спец... Алло, алло, не слышно. Так, так, сейчас я найду, что-то Сахиль вылетел код, походу. Так, я не вижу в чате. А, все, вижу. Микрофон включен. Сахиль, у вас не слышно. Так, еще раз включил. Ага, извиняюсь. Ага, интернет, сам понимаете. Так вот, повторю, третий вопрос. Так как вы лидер нашей структуры, команды, было бы хорошо с вашей стороны получить инструкцию, вот, поставить несколько счетов. Пока что мы на демоверсии, да, вот, там, не знаю, на тысячи долларов, определенную сумму на центовый счет и так далее. Вот, с вашей стороны получить. И, вот, следующий вопрос. Вот, лучше, вот, как вы думаете, вот, лучше, как Гамильтоном мы управляли, следили за ним, да? Ну, робот роботом, это все-таки робот, да? А мы люди, то есть, было бы хорошо, то есть, если бы мы на демоверсии все-таки следили самостоятельно за этим роботом, да? То есть, как вы сказали, форекс-факторы не работают, да? Чтобы самостоятельно отключали робота во время новостей, да, и потом включали. Вот это вот рекомендация тоже с вашей стороны, было бы хорошо в чате, то есть, предложение от вас. Так, насчет счетов, я сейчас тестирую трех различных роботов, получается, с тремя, точнее, разными настройками. То есть, одного из них я тестировал на одном лице вообще, и два других, получается, один с более агрессивными, другой с менее агрессивными настройками. Вот, и насчет меньших сумм, как бы, я думаю, что есть такие партнеры, вот, Наталья, ваш спонсор, возможно, она с меньших сумм как раз-таки может какие-то результаты тестов запустить. Вот, я, конечно, постараюсь на следующей неделе, да, то есть, еще от кабинетов зарегистрировать несколько и еще разные настройки, как бы, поставить. Но, когда роботов очень много, тяжело будет за ними следить. То есть, вот я когда за тремя, да, вот я слежу, а мне проще гораздо. То есть, вот, например, 10 разных роботов на разных настройках, ну, уже гораздо тяжелее будет. Я, в принципе, думаю, тут важна, наверное, не сумма депозита, да, больше, а именно, какие настройки на какую сумму использовать. То есть, например, если я использую, ну, к примеру, там, на тысячу долларов, там, 0.01 лог и equity protector 20, да, а 300 долларов на центровом счете, это получается у нас 30 тысяч долларов, да, соответственно, лог будет в 30 раз больше, то есть, 0.3 лота. То есть, настройки, они все, между собой, как бы, легко корректировать. То есть, главное подбирать настройки под депозит 1000 долларов. На счет новостей, да, я тоже уже озвучил вопрос. Я рекомендую всем вступить в чат с рекомендациями официальной от компании, они там дают рекомендации. Вот, конкретно на этой неделе они рекомендовали по австралийцу выйти, да, из новостей. Вот, и, соответственно, они там, по-моему, два или три раза даже писали в чате об этом. Там, один раз за сутки предупредили, другой раз, там, за несколько часов, и третий раз перед новостью. Вот, я помню, что кто-то дублировал новости в наш чат. Я тут просто как раз переездом немножко занимался, поэтому в это время отсутствовал. Вот, но будем стараться, то есть, все новости будем стараться переводить на русский и сразу же скидывать в чат. Но иногда, я говорю, это может быть с какой-то задержкой. То есть, если вдруг там кто-то что-то занят, кто-то где-то там что-то занимается, вот, не всегда бывает час времени у компьютера находиться. Вот, поэтому лучше самостоятельно отслеживать в англоязычном чате. Вот, и, кстати, если есть возможность, также перевести на русский и скидывать в чаты. Вот, мы сейчас все больше и больше админов мы добавляем, как бы, таких лидеров, которые готовы принимать участие в развитии. Естественно, чем больше у нас людей будет, тем быстрее все оперативнее будет происходить. А так будем стараться держать... Да, вот, слаженная, ну, работа нужна вот такая вот, профессиональная, чтобы в команде каждый выполнял какую-то работу, и чтобы команда-то большая, их всех обучить, научить, это время, конечно, идет. И еще, вот я, например, да, имею структуру, но не знаю, как центовый счет там настроить. Вот, поэтому я и говорю, шаблончик нужен лично от вас. То есть, пока есть время потестировать. Ага, я сделаю. Замечательно. В принципе, вопросов нету. И по новым настройкам, как сказать, вот вы сказали, понедельник, да, скорее всего, сделаете. Было бы хорошо, например, сегодня-завтра получить вот эти вот настройки лично от вас, чтобы к понедельнику, вы знаете, да, народу очень много. То есть, хотя бы там, не знаю, лидеров, полкоманды, не знаю, внутри, чтобы насчет этих настройок, да, сделать и запустить их тоже. Ага, а сейчас я посмотрю в чате, есть ли там скидывали настройки или нет. Да, или просто в нашем чате можете рекомендовать вот такие вот настройки, а мы посмотрим уже дальше своих тоже. Да, да, в принципе, на настройки изменить, как сказать, очень быстро. Все это меняется там несколько секунд буквально. Главное вот это все установить правильно и все. А там дальше, там если лот поменять, например, либо экотипротектор, то это все очень быстро делается. Ага, и вот смотрите, я обратил внимание по консервативным настройкам, которые вот обновление пришло, да, там 5%, это недельный процент, то есть 5% прибыли. Если посчитать, то за месяц просто окупится, скажем так, робот, да, поэтому вот вопрос вам. Из депозита 1000 долларов. Да, и вот поэтому вот спрашиваю, можно ли туда поставить там, допустим, 20% хотя бы, не знаю, ну 15%, чтобы робот окупился, конечно же, то есть мы уже, чтобы знали, что если такой процент будет, у нас и робот окупится, и что-то себе останется. Ну, по поводу процентов, я еще пока даже, говорю, сам не скачивал вторую версию, вот эту, и как вот с этими процентами работать, тоже пока еще тоже не тестировал. Вот поэтому сейчас нужно стараться максимально следовать рекомендациям компании, то есть как она рекомендует. Ну, опять же, пока мы на демо счетах тестируем, то есть можно самостоятельно увеличить, то есть процент, например, 10% поставить, либо 20% поставить. Мне, например, тоже, как бы, вот я не буду ставить 5%, я хочу побольше поставить, потому что 5% меня, например, тоже не устраивает неделю. Я хочу больше. Да, это мало. Время от времени будут просадки, как бы, да, и опять же, вот я, как я рассуждаю сам лично, да, то есть, например, если он за месяцем торгует 20%, да, по 5% неделю, и потом на одной просадке он может все, как бы, ну, слить, короче, то есть всю прибыль. И смысл тогда, как бы, то есть, а просадки, они все-таки время от времени не будут, как бы, получаться. Поэтому я считаю, что это значение нужно побольше поставить. Совершенно верно. И вот насчет скальпинга, да, робота. По-моему, у нас Гамильтон был именно таким роботом, правильно? Ну, можно так сказать. Как бы, больше, ну, не скальпингом, но да, он, как бы, был более агрессивный, открывал много сделок, как бы, побольше сделок, чем тот же Бенджамин. Ну, вот, и поэтому вот я так думаю, что вот этот вот первый робот, он, как Бенджамин, на дистанции проявит себя хорошо. А вот этот вот скальповый робот, он, как Гамильтон, скорее всего, вот так вот будет. То есть, по центру, по центру, да, хорошо там, ну, чтобы, как сказать, ежеминутно, то есть, баланс растет ежечасово, да. Это хорошо, это замечательно. Вот когда вот я, например, приглашал партнеров, да, у меня Гамильтон работал, и буквально там минуту пообщались, баланс смотрю, там, на доллар, на два увеличился. Я это показывал, это действительно, то есть, результаты очень хорошие были, и, ну, люди видели. А на дистанции, да, ну, это хорошо, с одной стороны, но с другой стороны, дистанция есть дистанция. Ну, да, тут, как бы, такой продукт, как бы, то есть, многие, вот, я не знаю, то есть, тут пришли люди, которые с форексом никуда не сталкивались. То есть, они, ну, примерно даже не представляют, какие результаты можно получить. Вот, и у компании, вот, первый вообще, вот, у Silverstar, да, был робот, консерва-трейдер назывался. Он открывал, там, всего 2-5 сделок в месяц, короче. И давало, ну, нормально, хорош, там, 10-20% на протяжении, там, блин, очень длительно, он многих лет давал, как бы, там, 10-20%, но он заходил в сделки очень редко. И его, как бы, покупали именно трейдеры, то есть, те люди, которые понимают, что это крутой робот, он будет мало сделок делать, он будет давать, он будет заходить в очень хорошие сделки в правильном направлении и давать хорошую прибыль, да, на дистанции. Но вот такой продукт, он не подходит для сетевого маркетинга, да, то есть, вот, я, там, хочу поделиться с человеком, да, то есть, человек поставил консерва-трейдер, например, и он, там, ему, например, там, за 2 недели одну сделку открыл всего, как бы, да, и в плюс закрыл ее. То есть, такие продукты, они не подходят, то есть, сетевики такие люди, да, и вот люди, особенно вот русские, да, то есть, нужно всем все и сразу как можно быстрее, то есть, ну, у многих людей просто не хватает терпения. То есть, все хотят здесь сейчас все сразу как можно больше, вот, и это, как бы, кстати, наоборот, это часто самая такая основная ошибка, да, почему люди, многие на Форексе и сливают деньги, то есть, вы можете почитать в интернете, как бы, для кого они спят, что многие люди теряют деньги на Форексе. И основная причина, вот есть очень много, большое количество литературы различной по хорусу написано, можете почитать, кстати, тоже будет очень полезно, раз вы уж начали заниматься этой сферой. То есть основная причина, почему люди сливают деньги, как бы теряют на хорус и уходят из него, в 85% случаев это психология, потому что люди не могут терпеть, то есть им нужно все быстро, сразу же они, ну как бы максимально все агрессивно, быстро, вот здесь и сейчас нужен результат всем. То есть никто не готов там ждать месяц, как бы чтобы получить 20%, хотя вот 10-20% в месяц это очень хороший результат, но людям уже как бы не надо, людям нужно там 100% в месяц, желательно без рисков, желательно, чтобы деньги никому не отдавать свои, вот. И соответственно за счет вот этого, за счет неправильного понимания рынка и за счет каких-то там вот, не знаю, каких-то фантазий там где-то в облаках люди питают, да, считаю, что вот прямо здесь сейчас рубить там 100% в месяц какой-то грааль там, что где-то там они найдут, вот они вот из этого в основном как бы и потеряют деньги. С тем же Гамильтона вот сколько раз было, то есть, ну, я миллион раз говорил, ну, хорошие настройки, не нужно там лезть никуда, не нужно какой-то там гривь менять на агрессивный, не нужно там локсайз менять совсем уж там какой-то большой, да, если депозитов не хватает. Торгуйте потихонечку, вот на моих счетах как бы 80-100% даже будут по таким очень хорошим настройкам, без особо сильных там просадок, то есть одна только сильная просадка была за все время, все равно даже вот людям 80-100% мало, они все равно ставят еще более агрессивные настройки. Потому что всем нужны деньги здесь сейчас, вот, поэтому, как бы, такой робот будет, как бы, но, я говорю, нужно, как бы, с пониманием отнестись к этому рынку. Как бы рынок Форекса, он не любит людей жадных, как бы, и нетерпеливых. Очень многие люди именно вот из-за своего нетерпения, как бы, сливают, то есть нужно подходить к этому делу с головой, с пониманием, что здесь есть и что здесь может быть. Но при этом это хороший инструмент, опять же, я скажу, да, в отличие от всяких там, вот, я смотрю, что многие там всякие пирамиды продвигают, а сам там в некоторые заходил, да, и с теми же самыми процентами, при этом рано или поздно там, как бы, 100% на закрытие, да, рынок Форекса, он как был, он так и будет. Если вы научитесь даже там по 10-20% в месяц зарабатывать, со сложным процентом, опять же, повторю, то есть здесь процент сложный, вы можете посчитать, каких результатов вы можете с той же тысячи долларов достичь там за 3-5 лет. То есть вы себе можете денег заработать, но всю жизнь вперед. Поэтому не стоит недооценивать, как бы, даже те же самые 10-20% в месяц. Вот, не стоит лишний раз рисковать. Вот, так, давайте дальше. К следующим вопросам перейдем. Лично мое мнение, продукт еще сырой, зря они решили тестировать на нас его. Насчет продукта, да, я отчасти соглашусь, что он еще немножко сыроватый, сыроватый в том плане, что, как я уже говорил, с этим продуктом работали на крупных счетах. И сейчас его немножко нужно модифицировать на мелкие счета, да, плюс и протестировать различные настройки. Люди не могут ждать. Пока вот этот продукт готовился к запуску, да, пришло там 2,5 недели, по-моему. Люди не могли потерпеть даже 2 недели некоторое. То есть сказали, вот, скоро все будет. Людям нужно вот прямо здесь и сейчас все. Вот просто там не терроризировали каждый день, там, звонили мне, когда там он уже выйдет. Вот, то есть и компания, ну, приняла решение, что давайте вот сейчас дадим продукт, обязательно сделаем условие, чтобы все тестировали на гемошитахи, разбирались с ним, но зато увидели, что уже продукт есть. А представьте, что было бы, если компания, например, выкатила продукт, уже протестированный, но через 2 месяца, да, то есть уже бы та аудитория, которая собралась, там, все бы уже разбежались. То есть никто бы не стал ждать несколько месяцев, когда продукт выйдет, да. То есть всем нужно было здесь и сейчас. Ну, вот, получили, тестируйте, разбирайтесь, как говорится. Но обязательно надеемся так, чтобы не рисковать своими личными средствами. Вот, поэтому разбираемся, пользуемся, тестируем. Я знаю, вот я общаюсь со многими людьми, да, и знаю, что все трейдеры, которые более-менее на Форексе раньше торговали, они нормально, кстати, отнеслись, что продукт реально классный, но нужно разобраться в некоторых моментах. А те люди, которые с Форексом дело вообще никогда не имели, не знают, что такое рынок, да, там, шли, первый раз там в жизни зарегистрировались только на Форекс-брокере, проторговали три дня и уже им продукт не понравился, хотя они даже еще не поняли его смысла, как бы. Вот, поэтому, да, много, как бы, сырости, еще много недопонимания есть, как бы, ну, я вот лично вижу, что компания развивается, каждый день дают информацию. Если вы следите за новостями, да, постоянно какие-то обновления происходят в компании, постоянно идет развитие, то есть, причем, вот, для компании такого масштаба, ну, такое достаточно быстрое развитие, на мой взгляд, идет. То есть, все стараются делать, то есть, там все пашут просто сутками напролет и стараются всю информацию, как можно быстрее дать. То есть, пишут уроки, дают информацию постоянно, как настроят робота, вот сейчас видео скинули на английском языке, да, пишут раздел часто задаваемых вопросов, то есть, отвечают на вопросы и по лоту, и по другим вопросам, которые чаще всего возникают. Вот, поэтому развитие идет очень сильное, понятное дело, что компания еще сыроватая, продукт еще немножко непонятен нам, но мы пока ничем не рискуем и дали нам протестировать. Конечно, было бы лучше, да, вот так же начинать, как Гамильтон, да, то есть, мы зашли, изучили продукт потихонечку, протестировали его несколько недель, дали людям, люди протестировали, им понравилось, и дальше все пошло, да, а здесь такой был мощный предстар, да, около 100 тысяч регистраций, потому что всем здесь сейчас все нужно, вот, и 90% людей новичков просто на этом рынке. Вот, и, возможно, не нужно было такой предстар прямо делать, да, то есть дать роботу тем, кому он действительно нужен был изначально, и потихонечку бы развиваться, да, а так, за счет того, что очень большая команда, вот у меня у самого, честно скажу, первый день, когда вот робота получили в понедельник, вместо того, чтобы сидеть и наблюдать за роботом, да, за его стратегией, изучать его, я целый день с вами общался и отвечал на ваши вопросы, вот, а когда начинал, то есть, у меня, у меня даже времени не было, я уже даже ребят написал, что, ребят, вот, я выпадаю просто на сутки почти там, ну, буду периодически, естественно, заходить, отвечать, но просто выпадаю, мне нужно самому разобраться в роботе, чтобы я отдал вам информацию какую-то. Вот, я посидел, поразбирался, то есть, уже какие-то есть подвижки, то есть, есть уже какое-то понимание, то есть, не все, не все моменты, но уже есть понимание какое-то, как с ним работать уже, вот, поэтому нужно время, чтобы разобраться, разберемся, обязательно запишем все инструкции, дадим вам всю информацию, то есть, все делаем для вас, как только можем. Если бот-сеточник на Мартине на 6 парах, надо дать меню 5-6 тысяч долларов, там немножко другие, в принципе, на Бенджамине 6 пар было, и он вообще там 0-1 торговал, не 0-0-1, а 0-1 на тысячу долларов, поэтому, как бы, не нужно судить по количеству пар, какой депозит нужен, то есть, можете протестировать и с таким, как бы, балансом, с таким счетом. Настройки, говорю, тестируются разные, и подберем настройки для всех, для любой аудитории, то есть, кто хочет рисковать, при этом работать на агрессивных настройках, такие настройки будут, будут более консервативные настройки. Изучаем робота, дадим вам информацию, все. Так, все изучим до конца. Даже вот сейчас я решил выйти на вебинар, да, то есть, я принял решение, что понимаю, что сейчас на меня очень много вопросов сваливается, да, то есть, реально, если бы почитали мой Телеграм, вы бы, наверное, в шоке были. Просто там, не знаю, ну, если не соврать, тысяча сообщений в сутки минимум я получаю, как бы, и чат первая линия, и личные сообщения, и все, то есть, даже не тысяча, даже несколько тысяч сообщений. Как бы, это просто, ну, жесть. Я по ночам даже не сплю сейчас, чтобы всем максимально помочь разобраться, настроить. Поэтому работаем, изучаем, как бы, как информация будет, всю информацию дадим. У меня робот полгода работает, ни дня в минус не была. Ну, отличный робот. С таким роботом можно было вообще в интернете уже не сидеть, где-нибудь на Гавайях отдыхать, который ни разу в минус не заходил. Если я решил закрыть сделку вручную, можно закрыть одну или вместе с другими в этом кольце, если второй вариант, то как вышли эти сделки? Вообще, компания вручную пока ничего не рекомендует закрывать. Единственное исключение, например, перед новостями, либо в среду, да, то есть, у вас в среду, там, небольшая просадка, либо плюс, отключили автоторговлю, закрыли все сделки. А так, по раздельности, компания не рекомендует закрывать. По поводу колец, вот у нас тоже вопрос есть, да, там есть два кольца, по сути, шести пар, но второе кольцо, оно немножко неправильное, то есть, незаконченное, оно связано с первым кольцом, там отдельного кольца нету. Вот у нас есть вопрос, да, именно почему так? То есть, нам просто пока ответили, что с такими настройками, вот именно, когда два кольца они друг друга взаимозамещают, как бы и второе кольцо не полностью, да, сделано, так более эффективно получается, более хороший результат на дистанции. Вот, но мы тоже, там, хотим в этом разобраться более подробно, вот, как, что друг друга, там, хеджируют, замещают, вот, и, соответственно, как только какая-то ясность в этом направлении появится, мы с вами поделимся. Может, три пары одно кольцо безопаснее ставить, чем шесть пар, меньше пар, меньше риск, эту же иену взять. Вот, по поводу трех пар, очень хорошее замечание, опять же скажу, то есть, было два теста на двух кольцах, одно кольцо австралийский доллар, доллар и иена, второе кольцо евро, доллар и фунт. На кольце с иеной он закрылся на этой неделе, получается, в минус 20% по протектору, а на кольце с евро фунт, получается, он закрылся в очень хороший плюс. Поэтому нужно понимать, каким кольцом еще работать. Возможно, если компания посчитает нужным, как бы мы там информацией обмениваемся, то есть, компания посчитает нужным, она даст настройки с одним кольцом и порекомендует, какое именно кольцо на этой неделе использовать, на этой неделе. А вот сейчас же, пока компания рекомендует все-таки на шести парах работать. Но вы можете тестировать на ваших счетах любые настройки. Пока все вам бесплатно, вы можете создать любое количество аккаунтов, подключить любое количество демо-счетов. Демо-счета бесплатные, за них что не нужно платить. И, соответственно, тестировать различные настройки, пробовать. Возможно, у вас какие-то для себя появятся инсайты, с которыми вы потом также можете поделиться другими людьми. Почему при одинаковых настройках у людей разные результаты? Возможно, потому что в разное время, например, запустили. То есть, кто-то запустил пораньше, у них в одну сторону сделки открылись. Кто-то запустил позже, у них в другую сделки открылись. Вот, и много там факторов есть. Мы тоже вот задали вопрос компании сейчас. У нас тоже есть один вопрос интересный. Наблюдая за работой роботом, мы заметили такую ситуацию, что у часть людей по евро-австралийскому доллару, получается, двойные сделки идут, у часть людей – одинарные. То есть, по одной сделке, по одной сделке, по одной сделке, по одной, на 0.5, на 0.8 и так далее. А вот, и сделки дублируются. То есть, вот, есть тоже вопрос насчет кольца и насчет вот этих результатов. То есть, такое может быть. Андрей, вопрос с Ютуба. На 3 тысячи баксов какие настройки к свету ваши? Я уже говорил два раза сегодня про настройки. На каждую тысячу долларов на консервативных настройках рекомендуют 0.01 лот, на таких умеренных 0.02 и на агрессивных 0.03 на каждую тысячу. То есть, например, если вы решили на агрессивных, ну, торговая с 3 тысяч долларов, получается 0.03 умножаем на 3 тысячи, получается лот 0.09. На консервативных 0.03 на 3 тысячи долларов. Можете поставить еще более консервативные настройки. Компания порекомендует все настройки. То есть, компания в чате в официальном поддержке даст настройки рекомендованные. Мы переведем сообщение и скинем в чат. Лот меньше, чем 0.01 не поставить. Нет, не поставить. Опять же говорю, например, если вы хотите торговать, например, с маленькой суммой, например, по консервативным настройкам, да, консервативные настройки, 1000 долларов на 0.01 лот. А у вас, например, там, ну, 300 долларов только есть, например, но вы все равно хотите по консервативным настройкам торговать. В таком случае рекомендуется открыть центовый счет, ну, как я вижу ситуацию, опять же, и закинуть туда 300 долларов. 300 долларов на центовом счете будут отображаться как 30 тысяч долларов. Ну, то есть 30 тысяч центов, но они будут как доллар отображаться. И, соответственно, использовать настройки как для 50 тысяч долларов, это получается 0.3 лота на центовом счете, на те же 300 долларов. Вот. Опять же, насчет центовых счетов, как бы, тут есть вопросы определенные. Потому что компания порекомендовала брокеров определенных, да, и вот я, например, выбрал AC Markets, и там нет центовых счетов, к крайней мере, я не нашел. Вот, возможно, на некоторых брокерах не будет центовых счетов, то есть вам придется выбирать другие брокеры с центовыми счетами где-то есть, например, тот же Roboforex, вот, и либо другие брокеры там, как бы можете проконсультироваться у ваших спонсоров, но там условия, то есть, возможно, не подойдут, да, то есть компания там сейчас тоже там насчет брокеров делает различные инструкции. Сейчас пока три брокера порекомендовала, и также этот список скоро расширится, будет добавлено еще несколько брокеров, которые компания рекомендует для торговли данным конкретным роботом. У вас Гамильтон все еще торгует? Вроде не отключили. Если оставить три или четыре пары, может, просадки не будет? Хо, да, Гамильтон у меня торгует, сейчас посмотрю, как там результаты. Вчера он был в хорошей просадке, как и все роботы. Ну, не вчера, вот, когда попал он в хорошую просадку в тот момент, когда и наш робот попал в просадку, и Гамильтон в очень сильную просадку попал. Ну, у меня не очень сильно, потому что я рисконсервативно торгую, там, у меня 20% посадка максимальная. Но, кто более агрессивно торгует, у тебя были большие просадки. Вот, с Гамильтоном я рекомендую торговать, ну, более аккуратно. Две, максимум три пары, и настройки, ну, вид меню 160 рекомендую ставить, если вы, ну, как бы, ну, как сказать, даже не знаю, там, новостной календарь смотрите, да, то есть, если там новости есть, да, побольше поставьте, например, там, грид 180-200. Если там по тем парам, по которым вы торгуете, там, новостей нету особо каких-то серьезных, можете поменьше грид поставить. Но сильно маленький грид не ставьте. Робот сейчас, ну, можно сказать, бесплатно мы с ним торгуем, с тем же Гамильтоном. Там, вот, у всех там, у большинства оплаты закончились уже. Вот, и, соответственно, лучше, ну, лишний раз не рисковать. Тем более мы не знаем, когда он отключится, поэтому лучше, чтобы аккуратненько с ним большими просадками все это работало. Есть данные по консервативной торговле на прошлой неделе нового робота, который слив. Ну, не слив, как бы, слив – это когда вообще вы все слили полностью. То есть это называется, как бы, просадка 20%, более корректно так говорить. Да, по консервативным настройкам у некоторых, получается, закрылось по equity-порфектору 20%. Я знаю, что у некоторых ребят с Америки, из Германии, они скидывали свои результаты по консервативным настройкам, но они торговали на D1, получается. У них хороший плюс получился на D1 именно. Поэтому я вот сегодня уже поминал, еще раз повторю, что можете попробовать на D1 поставить, протестировать. Так, Сахиль, я тебе микрофон уже дал. Давал. Да, я вот, люди спрашивают, у меня так было три раза по 20%. Я не знаю, с чем это связано. Вот у меня закрыл он 20% и все, больше он не открывал сделки. То есть он просто висел, и только я перезагрузил терминал, и он только после этого начал открывать сделки заново. То есть у меня закрылся, и все. А некоторые пишут, что по несколько раз закрыл. То есть, либо, возможно, вы сами перезапустили. Смотрите, то есть необходимо учесть фактор, очень важно, что, например, если у вас, например, депозит маленький, например, 1000 долларов, а потом он уменьшился, например, 800 долларов, и вы уже торгуете с тем же самым лотом, а потом 600 долларов. То есть там уже на меньшую сумму, а вот такой же у вас остается. Соответственно, просадка будет уже не 200 долларов, а еще меньше. Соответственно, может, ну, как бы, нужно как было отменять. Вот. И насколько я знаю, вот как вообще, по идее, должны открываться эти сделки. То есть пошло, вот он закрылся, да, по equity protector. Открылась новая свеча, и вот с новой свечи он запустился. Но я думаю, что так должно быть на 100%, как не уверен, сразу скажу. Вот. Если же у вас будет дневник стоять, дневной график, соответственно, если он закроется по equity protector, в этот день он сделки не будет открывать, только на следующий день, когда следующая свеча пойдет. Ну, я лично так думаю, пока еще точно не знаю. Я сам на H4 торговал только. На D1 пока не торговал, но буду тестировать. Рекомендуете депозит 1000 долларов минимум, если закрылась по equity, нужно ли доливать 200 или торговать дальше с депозитом 800? Смотря какие настройки. Если агрессивные, то лучше долить, конечно. Вот. Если же консервативные, то, ну, можно попробовать, это будет более агрессивная торговля. Вопрос с YouTube. Компас – ручная торговля. Если есть уже какие-то открытые результаты по компасу, я уже отвечал на вопрос. Открытых результатов пока нету, результаты только в лидерском чате некоторые ребята скидывают американца. Зачем он закрывает все сделки при просадке 20%? Опять же повторюсь, стоит equity protector, который защищает вас от еще более глубокой просадки. То есть вы, например, ну, ваша задача не потерять средства, да? Вы выставили equity protector 20, при этой просадке он у вас закрывает все сделки и обезопасивает вас от еще более глубокой просадки. Я вот когда на Форекс торговал, я помню, у меня был опыт инвестирования в доверительное управление. Вот. Я инвестировал 12 тысяч долларов через управляющую компанию, через одно. И мы заключали договор с ними. То есть там, получается, мы делили прибыль 50 на 50. Как бы я знаю, что это много, можно было меньше выбить. Вот. Тогда еще опыта особо не было. И там в договоре было четко прописано, то есть на какие риски я готов пойти, да? То есть я прописал, что я готов там 30% от депозита как бы потерять. То есть в любом, вот, если вы придете, ну, в любой форекс-брокер, какой-нибудь в оффлайне, да, и будете регистировать, либо продавать, то есть через средства, то есть обязательно вы указываете ту сумму, которой вы готовы рисковать. Если вы скажете, что я не готов вообще рисковать 0%, там с вами работать никто не будет. Там, ну, адекватная просадка там 20-30%. То есть и, соответственно, он, когда достигает этой просадки, он закрывается. Следующая неделя, кстати, тоже будет очень опасная. Это будет NFP-неделя. Вот такая там все отчеты, как мы знаем, конец месяца, начало предыдущего месяца, самая жесть на рынке творится, вот, обычно. Вот, ну, с другой стороны, там будут выходные, опять же, на рынке, как бы, поэтому непонятно, что будет. Вот, как бы, не самое удачное время, когда мы стартанули, но, опять же, будем торговать на демо-счетах, поэтому не переживать, не за что переживать. Посмотрим, как он на следующей неделе покажет. Опять же, вот пример. На прошлой неделе, да, вот, на этой неделе там по equity протектору закрылся, а на прошлой неделе, получается, что у меня было? Я поставил его в среду. Ну, то есть там не всем дали, а топ-лидерам некоторым дали, получается. И я его установил в среду, после обеда. Он не за среду наторговал 8% чистой прибыли на прошлой неделе. И многим людям наторговал за среду просто столько денег, потому что все там вообще были просто довольны, вейтарию, что, блин, это крутой робот, просто за полдня там 7-8% на бомбил, это вообще там круто. Вот, поэтому... А на этой неделе уже всем он не нравится. На прошлой неделе все были в восторге, кто его тестировал. А на этой неделе уже, как бы, ну, опять же, я про массу говорю, то есть про настроение людей. Вот, многие, как бы, недовольны просадками этими. У меня просадка на Гамильтоне 180-190 долларов, на паре доллар-франк какие оставить настройки для того, чтобы выйти с просадки. В первую неделю уже просадка. Кирилл, ну, я думаю, что сейчас нет смысла рассказывать про Гамильтона в данной ситуации. Я проводил вебинар, помню, где-то месяц, что ли, назад, где давал полное обучение по Гамильтону, по настройкам, как действовать в плане, в случае просадок, то есть как, что можно отключать, что нельзя отключать, какие настройки выставлять. Спросите у вашего спонсора, чтобы он из чата скинул вам эту презентацию вебинару, вот эту запись вебинара. И посмотрите, там вот я четко отвечал на этот вопрос, что делать в случае просадки. Может, Гамильтон у тебя не работает, сохраняю лицензию, то есть, Динамп-4 работает. Я сегодня обновлял лицензию. У меня, кстати, вот очень хорошая, точнее, не очень хорошая такая ситуация, что у меня два Гамильтона, да? На одном все нормально, как бы один вообще отлично работает, а второй у меня периодически слетает. И вот буквально там два часа назад у меня написано был инвалид-аккаунт, я зашел, лицензию обновил, и все нормально опять работает. Адрес англо-чата. Спросите у вашего спонсора, либо попросите, чтобы вы в чат скинули, кто-нибудь скинули в чат из ребят. На прошлом вебинаре три раза скидывали сайты все. И вообще, ребята, вот если Паша меня слушает, либо там те ребята, которые в администрации чата есть, у меня просьба к вам, напишите на русском языке, дайте информацию, вот ссылки все на англо-чаты. Желательно на три чата. Первый чат – это launch update, который вообще по компании второй – это, получается, рекомендации по данному роботу конкретно, и третий – чат поддержки, куда можно задавать различные вопросы технического плана. Напишите, пожалуйста, и скиньте в чат все три ссылки, потому что они там, может быть, уже потерялись. Робот сам поднимает лот. Это по причине уже существующей просадки или есть иная причина? Робот сам вообще лот, вот изначально он никогда не поднимает, он торгует со стандартным лотом, но если я правильно понял вопрос, когда идет движение не в нашу сторону, то, да, там срабатывает параметр, который называется demarty, там есть два параметра, один на каком расстоянии открывается ордера и следующий параметр с каким усреднением, то есть, и, соответственно, следующий лот увеличивается в полтора, следующий ордер увеличивается в полтора раза. Это, в принципе, торговли данного робота. Как только мы разберемся полностью, я запишу обязательно инструкцию и вообще обо всех параметрах и о стратегии робота расскажу. Сейчас есть много вопросов еще, которые мы не поняли, соответственно, я пока еще это видео не записываю. Но те параметры, которые вот есть, уже могу дать по некоторым ответам. Я считаю, что если многие торговые счета будут торговать по одной стратегии, то рынок будет подстраиваться против толпы и забирать деньги у них. Поэтому нужно постоянно менять стратегию робота. Ну, во-первых, робот всегда, как бы все люди, которые разработчики, да, вот этих роботов, они всегда робота под рынок подстраивают. Ну, нет таких роботов, которые десятилетиями могут работать вообще без каких-либо коррекций, без обслуживания. Это раз. Во-вторых, то, что сколько сейчас людей будет торговать, да, как бы на каких брокерах, то есть это, ну, реально капля в море. Форекс, как бы, это самый крупный вообще мировой рынок валютный, получается. Не валютный, а вообще самый крупный рынок. Даже больше, насколько я знаю, рынка акций, что ли. Там оборот ежедневный, пять с половиной, почти триллионов долларов каждый день на Форексе крутится. Поэтому та наша небольшая компания, команда, как бы, это реально очень такой маленький вес мы какой-то имеем на этом рынке. Вот это раз. Во-вторых, опять же, все зависит, как бы, от рынка. То есть, если мы работаем с качественными, добросовестными A-book брокерами, брокерами, они, брокеры надо сливать на буру, да, то есть все будет зависеть от рынка. А если есть ордера на продажу, на покупку, куда, по какой цене, ну, естественно, мы будем их покупать, если, ну, цена вообще от чего зависит, то есть это соотношение спроса и предложения, вот, то есть на рынке. Какие цены будут на рынке, с такими и будем работать. Андрей изначально озвучил, что будет закольцовка, если две пары в просадке, одна прибыли, наоборот, но, наблюдая за роботом, было такое, что все пары были в просадке. А Элина, да, совершенно верно, у меня такая же ситуация, я задал вопрос наверх. У меня такая же ситуация, я поставил три пары, австралийский доллар, доллар и иену, у меня все три пары в просадке были. Возможно, как-то кольцо это не сработало, да, потому что вот две остальных пары, получается, австралиец доллар и австралиец и иена, да, они у меня обе в бае были. А вот, возможно, они как-то, вот у меня тоже вопрос был и по шести парам, и по трем парам, то есть как они, вот, пары, то есть друг между собой, они взаимодействуют. То есть как робот видит, что, если там и там, например, идет аптренд, то есть как он видит, что на одной паре нужно в байт, другой в целом вопрос есть еще поэтому и не откажешь ситуация что он все три пары минусы а если возможность ставить доступ к работающим на дема счете для тестирования бесплатный доступ у нас на 30 дней уже там поменьше естественно сейчас мы тестируем далее уже я думаю когда в нем разберемся когда перейдем на реальные счета когда будет уже полное понимание как он работает как с ним работать когда мы его изучим и когда будет уже реально результат на реальных счетах за длительный промежуток времени в принципе я думаю что демо счет особо не потребуется большинство людей будут сразу же на реальный хотеть заходить но хотя компания все равно решила оставить то условия 10 дней прогулки на дема а так через 30 дней будет уже он платный кому понравится робот за эти 30 дней может сразу же пропустить продолжить с ним работать кому не понравится тут два варианта есть либо вообще как бы удалить сайт из закладок и метатрейдер 4 удалить либо там в другую компанию идти либо подождать какое-то время подождать результатов тех людей которые останутся торговать я уверен что такие люди все равно останутся а вот если результат у вас например подождете вы там три месяца посмотрите как люди торгуют на реальных счетах результаты устроят можете любой момент подключиться либо полгода подождать и посмотреть какие результаты будут спешить не обязательно если вы не уверены а если вот у вас есть уверенность что вы готовы на реал перейти переходите с уверенность нету лучше ну лишний раз не рисковать дайте ссылку на русскоязычный чат нас уже очень много и чтобы люди имели информацию а я думаю что в чате ребята скинут ссылку чат в телеграме у нас если вас не добавили я скажу как называется можете сами поискать называется форекс хакерс наш чат в телеграме основной информационный канал это не чат а канал больше владимир спрашивает есть какой-нибудь лидерский чат откуда можно новости для себя брать или для расслышения для понимания ситуации сейчас на данный момент пока нет но он формируется то есть есть лидерский чат от руководства компании и четыре человека по моему четыре или пять человек русскоязычных в нем присутствует вот и соответственно я один из них и делюсь с вами информации которую я выключать получаю а вот русскоязычный чат пока не сделали дерзким у нас пока идет как то есть каждого человека свои чат у каждой команды свеча да вот у меня свой чат как бы своей первой линии тех ребят свеча то что у нас был один общий чат там был беспредел вообще там просто сотнями сообщений в сутки то есть я просто просыпаюсь 500 сообщений в чате висит естественно там не прочитать не ответить люди там только вопросы дали спросили им ответили сразу же тот же самый вопрос потому что почат читает там вся информация терялась вот поэтому мы решили так немножко под разделиться то есть у каждого человека свой командный чат как бы он своей командой работает и один общий чат с информацией до скидываем всю самую важную информацию чтобы она не потерялась вот поэтому всю важную информацию вы можете спрашивать у вашего спонсора это раз либо у вышестоящего спонсора попросить значит ссылку на вышестоящего спонсора вот тот кто владеет информацией либо второй вариант переходить на вебинары на всех вебинарах я делюсь информацией как все есть особо ничего не скрываю я человек такой более открытый вот все что знаю все что вижу все говорю все как есть вот поэтому можете задавать вопросы буду отвечать на них вот ну и так сам будет делиться тем чем знаем со среды тестирует два версии на четырех счетах очень довольна просадка по всем не больше 5 процентов доход от 3 до 10 процентов да вот я тоже со среды одного поставил у меня были с понедельника роботы для одного поставил по нему тоже очень хорошие получились днем 24 004 у кого-то минус фото плюс то есть нужно изучать разбираться пробовать различные настройки каждый сам выберет опять же наталья пишет на d1 вот ну я вот очень много реально видел результатов на д1 очень хороших поэтому сам хочу попробовать и вам рекомендую тем кто хочет протестировать можете на d1 попробовать его посмотреть так здравствуйте по какой стратегии работает робот я так и не смог понять извиняюсь за такой вопрос я на рынке почти три года торговал только на бинарных функционах торговал только скальпингом глядя на то как робот открывает вот у меня тоже есть вопросы определенные как я уже говорил вот у меня тоже есть вопросы определенные как я уже говорил сегодня какие-то момент мне тоже непонятно но вот ну и не только мне многим ребятам непонятно вот в итоге мы через наших спонсоров сейчас руководству и задали как будет понимание во-первых естественная на вебинаре расскажу об этом более подробно и обязательно я запишу видео со всеми инструкциями со всеми настройками как он работает стратегии чтобы было понимание у всех как он работает как с ними наработать пока есть вопрос еще просадка сейчас форекс хакерс чат валерия спасибо так все вопросов больше нету круто за два часа разобрались со всеми вопросами вот но что давайте да я заканчиваю сегодняшний вебинар наш пойду дальше своими делами заниматься много очень вопросов в личное сообщение вот по роботам очень много вопросов смотрите еще насчет воскресенья не знаю я постараюсь вот как я уже говорил сделать либо вебинар воскресенье если у меня получится либо записать это видео инструкцию как скачать версию вторую робота как ее установить какие настройки использовать опять же все как бы сразу скажу что не от меня идет то есть я все делаю согласно рекомендациям компании то есть как я так все это и делаю есть ли разница в какой последовательности пары на работе на роботе устанавливать честно не знаю но лучше устанавливать в той последовательности как написано в инструкции может быть есть какая-то зависимость я точно не знаю вот я когда оставил на робота вот например у меня была такая ситуация что робот сразу же не стал открывать я перезагрузил терминал и он открыл сразу же на всех парах все сделки а в другой ситуации вот я следу ставил тоже еще одного робота дополнительного я поставил все шесть пар включил автоторговлю и он потихонечку то есть сначала на двух парах открыл сделки потом через какое-то время на другой постепенно открывал то есть возможно как то влияет чтобы все вместе все пары запустили сильно вместе но пока точно не знаю разбираемся вопросов много вопросов еще очень даже много изучаем мы будем с вами делиться с информацией которую получим всем спасибо за внимание всем удачных выходных погода у нас хорошая желаю отдохнуть от форекса под расслабиться и зарядиться с новыми силами на новую неделю из понедельника начнем опять тестировать нашу нашего нового робота всем пока а ну я